Лекция по Шримадбхагаватам, песня 3, глава 25, текст 35. Прочитана его божественной милостью Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой, 4 декабря 1974 года в Бомбее. Дорогая мать, мои преданные всегда видят перед собой мое улыбающееся лицо с глазами цвета восходящего солнца. Они с наслаждением созерцают мои многочисленные трансцендентные формы, исполняющие все желания, и обращаются ко мне с ласкающими слух речами. В предыдущем стихе говорилось, преданные собираются вместе. В Бхагавадгите сказано, они говорят о славе Господа. Это саду-санга. Мы также обсуждали это. Когда преданные говорят о Верховной Личности Бога, это совсем другое, нежели беседы в дискуссионном клубе непреданных. Кришна-кадха — это не тема для дискуссионного клуба. Она предназначена для преданных. Без преданных никто не может это понять. Те, кто не являются преданными, они лишь пустую тратят свое время на чтение Бхагавадгиты или Шримад Бхагаватам. Таких текстов. Это просто пустая трата времени для них, потому что эти темы предназначены для преданных. Мы несколько раз обсуждали этот момент, что так называемые ученые, политики, философы читают Бхагавадгиту и комментируют ее по-своему. В этом их глупость. Они не способны постичь Бхагавадгиту. Это невозможно. Мой Гурмахарадж обычно говорил, это все равно, что лизать бутылку, крынку с медом снаружи. Вы хотите меда, я даю вам крынку, но вы не знаете, как попробовать мед, и вы начинаете лизать снаружи. И что вы почувствуете? Если вы думаете, вот крынка с медом, полежу-ка я ее, вы не получите никакого вкуса. Ее необходимо открыть. Но открывашка у преданного а вы сами не знаете, как ее открыть. Поэтому говорится, преданные знают, как ее открыть, эту крынку. И тогда они могут наслаждаться этим. В Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне, я рассказываю тебе эту науку, Бхагавадгиту. Бхагавадгита значит Бхагти-йога. И Кришна рассказывал ее уже прежде, 400 миллионов лет назад. Бхагавадгита это не нечто новое. Прежде всего, Бхагавадгита была рассказана Богу Солнце. И по продолжительности жизни Ману и по другим эпохам мы можем подсчитать, сколько миллионов лет назад она была рассказана. И Кришна говорит, это очень древняя система йоги. Я рассказываю тебе ее сейчас снова. Я ничего не выдумал. Не рассказываю тебе о чем-то новом. Нет. Бог вечен. И Его наставления также вечны. И последователи Его тоже вечны. Нет ничего нового. Это очень древняя наука. Но тем не менее, она вечна. И она всегда свежа. Такова духовная наука. Почитайте Бхагавадгиту. Она была рассказана 400 миллионов лет назад. И затем снова 5000 лет назад. И по-прежнему, если вы читаете Бхагавадгиту каждый день, вы найдете там что-то новое. Она всегда свежа. Она никогда не будет старой, устаревшей. Как Кришна. Он никогда не стареет. Кришна Пурана Пуруша. Он самый старый. Но Нава Йова Намча. Но вы увидите, что Кришна всегда просто юноша, 20-летний. Нава Йова Намча. Точно так же слова Кришны, все, что связано с Кришной. Это абсолютно. Его имя, его форма, его качество, деяние. Все это свежее, новое. В противном случае, как преданные могут прославлять одного и того же Кришну. Каждый день с великим энтузиазмом, со все большим энтузиазмом, чем больше вы прославляете его, тем больше вдохновения вы испытываете прославлять его еще больше. Это духовно. В материальном мире, если вы о чем-то однажды скажете, ну, дважды, трижды, четырежды, в конце концов, вам претит это. Но каким же образом вы можете повторять мантру Харе Кришна 24 часа в сутки, и вы чувствуете ее всегда новой, и вы чувствуете энтузиазм? Она духовна. Поэтому этот звук, не нужно сравнивать вот с этим звуком материальным, звуком радио, это тоже звук, но он духовен. И исходит он из духовного мира. Например, в материальном мире мы можем издать какой-то звук, и отсюда его можно услышать, за тысячи миль, но не более того. Духовный звук, его источник находится во многих миллионах и триллионах милях от нас. тем не менее, его можно услышать при условии, что у вас есть прибор, который способен уловить этот звук. И это бхагаватапрема. так те, у кого, кто развил любовь к Богу, могут слышать, как сказано в Бхагавадгите, Кришна говорит, «Я рассказываю тебе древнее послание Бхагавадгиты, которое я поведал Богу Солнца миллионы лет назад. Почему же ты рассказываешь это мне? Я не ведантист, я не саньяси, я не достиг высот в духовном понимании». Люди могут так сказать, но Кришна говорит, «Да, ты мой бхагта, бхагтоси». Поэтому, чтобы понять бхагавадгиту, это означает, что человек должен прежде всего стать бхагтой. Так называемые непреданные атеисты, ученые, политики не могут это понять. Невозможно. Они не могут проникнуть в это. То же самое, они лижут крынку с медом снаружи. И что же вы почувствуете? Ничего. Поэтому Кришна говорит, «Вы можете пойти к тому, кто знает, как открывать крынку с медом». И тогда вы можете попробовать его. иначе, если вы будете просто лизать книгу бхагавадгиту, становясь великим ученым, вы никогда не почувствуете вкуса, ее вкуса. Вы можете удовлетворять себя. «О, я лежу каждый день с бхагавадгиту, трижды в день». Но что вы поймете, пока вы не станете преданным? Ничего не поймете, потому что крынка запакована. «Они могут видеть меня, Санта. Ни эти негодяи и глупцы. Они не могут видеть». «Бхагаван говорит в Бхагавадгите, «Я не открываю себя этим глупцам и негодяям, непреданным». Почему я называю глупцами, негодяями, непреданным? «Я называю, Кришна называет». «Мудха» значит негодяй. «Мудха» значит негодяй. «Душкритино» значит всегда заняты греховной деятельностью. Безудержно, без ограничений, они могут есть все, что не попадя, делать все, что не попадя. Пить без ограничений. Это новое инвенция арсамис и йоги. Они думают, а какие ограничения по поводу того, что есть пить в религии? Это просто с вами придумали, йоги придумали. Вы можете делать все, что хотите, и все равно продвигаться, но это невозможно. Нужно стать чистым браманом. Тогда почему в ведической цивилизации чистого брамана так почитали? Потому что они являются символом вед. гарджаво бьянам бьянам астиккам это браманы. Это те, у кого есть эти качества. Сатьям тот, для кого абсолютная истина цель жизни. Как обычные люди узнают? Сатьям шоучам так же. Они всегда очень чисто плотные. Трисан дьяснан они трижды в день моются. Шамам управления своим умом я не слуга моего ума. Я не буду делать то, что он диктует мне. Это качество брамана. Шамам дамам управления чувствами. То есть он воплощает в себе веды. И является их символом. И поэтому сатам прасангам необходимо говорить о верховной личности Бога среди таких сатам. Санта сатам это то же самое. Здесь используется слово санта пашьянь темея. Мать они могут санта они могут видеть. В Брама Самхите тоже используется это слово санта. Кришна Говинда Шяма Сундара предназначен для санта не для нарадхам душкритин мудх. Они не способны это понять. Необходимо обрести качество стать безгрешным. В другом параграфе также говорится те кто совершенно освободились от грехов от греховной деятельности кто уже очистился от греховной жизни они могут неуклонно совершать предное служение Кришне. Это не так легко. Но человек может немедленно стать сантой в течение секунды. Кришна также говорит об этом. Качество таково. Пока человек не стал безгрешным, он не может постичь Кришну, он не может постичь Кришна Бхаджан. Но если человек жаждет, если он действительно очень жаждет, он может это сделать незамедлительно. Что? Предаться Кришне. Кришне. Оставь все эти абсурдные так называемые религиозные принципы. Просто предайся Кришне. Кришна, я забыл о тебе. А сейчас я предаюсь тебе без остатка. Если хочешь, можешь убить меня, если хочешь, можешь защитить меня. Это предание. Не бизнес. Кришна, если дашь мне вот эту хорошую вещь, тогда я предамся. Это не предание. Это бизнес. Когда в Прохладе Махараджи предложили благословение, дорогой Прохлад, ты так страдал ради меня, даже от своего отца. Сейчас твоих врагов нет. Можешь просить любые благословения, какие пожелаешь. Махарадж Прохлад Махарадж сказал, что это такое, мой другой Господь? Я что, Ваник? Поскольку я страдал за тебя, что, я должен просить благословения? Нет, нет, не предлагай мне такого. Потому что ты Верховный Всемогущий. Я могу получить от тебя все, что хочу. Я родился в семьях Ассуров. Я склонен к материальным наслаждением. Поэтому не искушай меня, дорогой Господин. Зачем мне тебя просить? Поскольку я видел, что мой отец был таким могущественным, что даже полубоги боялись его. И ты положил конец всей его власти в секунду. Так зачем мне все это просить? Пожалуйста, займи меня служением твоему слуге. Вот что я хочу. Не хочу ничего другого. Поэтому преданный никогда не просит ничего материального от Верховной Личности, как учил нас Чайтани Махапрабху. они довольны лишь тем, что прославляют Господа и только в этом черпают свое удовлетворение. Если они получают возможность прославить Господа, как сказано в предыдущем стихе, великие деяния Господа, таков бхаджан, такова бхакти-йога. Прославление столько деятельности, поэтому Кришна приходит, чтобы дать возможность преданным прославлять Его, потому что Он действует. Он должен работать, чтобы убить демонов и защитить своих садху. С самого начала самого своего рождения у Кришны были враги, демоны. Камса советовал своим приспешником. Будьте очень осторожны, как только Кришна родится, сразу же сообщите Мне, Я убью Он всегда думал о Кришне. Это первоклассное сознание Кришны. Всегда думал, но Он думал только о том, чтобы убить Его. Точно так же вы можете найти много так называемых религиозных деятелей, так называемых ученых. Их единственная цель в том, как убить Кришну. Вы увидите множество комментаторов, политиков, так называемых ученых, но единственная их цель убить Кришну. Как выкинуть Кришну из Бхагавадгиты. Они говорят всякую чепуху, но никогда не скажут, что Кришна Верховная Личность Бога, и Ему надо поклоняться. Они никогда этого не скажут. То есть асуры. Ведь он великий ученый. Как вы можете называть его мудхой, нарадховой? Потому что хотя они так называемые ученые, их подлинное знание отнято у них. Майапа харитагьяна. Почему? Это наказание. Они отняли знание, потому что они думают только о том, чтобы убить меня. Как избежать Кришна Бхакти? В этом цель их пропаганды. Мы не должны быть такими. Если вы хотите быть твердыми в преданном служении, то как советовал Капилла Дева, Верховная Личность Бога, он говорит, они могут видеть, если бы у Бога не было формы, как его можно было увидеть? Как Бог может быть ниракарой? Бог никогда не является ниракарой. Но Он сачит ананда-виграха. Его Акара не подобно нашей. Его форма сачит ананда. Наше тело не сачит ананда. Сад значит вечное. Чит значит полное знание. А ананда значит полное счастье. Если мы изучим, вечно ли наше тело? нет, господин. Оно временно. Скажем 50-60 самое больше 100 лет. Оно не вечное. Оно не сад. Асад. Веды предписывают не оставайтесь в теле асад. Обретите свое изначальное тело. Сад. Вечное тело. Мы не интересуемся этим. Мы заинтересованы лишь во временном теле. Я тело. Я не тело. Я вечная душа. Я внутри этого тела. Вот что значит знание. Это называется сидди. Пока я думаю, я тело. Я не лучше кошки и собаки. Они так думают. Но когда я знаю, что я не тело, я вечная душа, я заключен лишь в теле. Вот это знание. Это знание. Так те, кто постиг себя, постиг свою душу, они могут видеть. Бхакти означает, что они могут видеть Бога, Кришну и могут служить Ему. Бхакти значит занимать свои чувства Ришика. В служении Ришики это Бхакти. Здесь сказано Пашьянти теме ручи рани. Кришна так прекрасен. Ручи рани. Ручара значит очень привлекательный. Сейчас к счастью, люди в Бомбее говорят, что наше божество здесь такое прекрасное. Они говорят, нет такого больше божества в Бомбее во всем городе. Это наш долг одевать Кришну так привлекательно, чтобы люди по крайней мере увидели, что оно очень привлекательно. И тогда они становятся преданными, просто оценив это. Просто благодаря тому, что они оценили это. Если они говорят, о, это поклонение Божеству по высшему классу, тогда они делают шаг вперед сразу же. Просто благодаря тому, что они похвалили. И все остальное постепенно приложится. Поэтому поклонение в храме должно быть пунктуальным в соответствии с шастрами Гуру и Ачарьи, чтобы поклоняющиеся в храме, также и в гости храма, и те, и другие получали благо. Кришна так добр, что Он согласился явиться в такой форме, какую мы можем видеть. В настоящий момент мы не можем видеть Кришну в Его духовном образе, сачитананда виграха, потому что у нас нет глаз, чтобы увидеть сачитананда виграху. Здесь тоже сачитананда виграха, Арчамурти. Это не идолопоклонство. Атеисты могут это так называть, но это не так. Те, у кого есть глаза, могут видеть, как, например, читание Махапрабху. Когда Он вошел в храм Джаганатхи, он тот же потерял сознание. О, мой Господь, здесь, здесь мой Господь. Итак, человек должен стать Санта, тогда он сможет увидеть. Но это культура, при помощи культуры. Когда вы развиваете эту культуру, когда вы развиваете эту любовь к Кришне, вы увидите сразу, и вы потеряете сознание, о, это мой Господь. Прасанна вактра, прасанна значит то, что доставляет наслаждение. Кто-то говорит, ваше Божество просто пытается говорить со мной. Прасанна вактра, да, он здесь, чтобы говорить с вами, но он ждет, а вы заинтересованы в разговоре с ним, вот и все. Кришна говорит, он говорит, но с кем? с тем, кто круглые сутки занят с любовью и верой служением Господу. Кому? Например, если вы хотите поговорить с каким-то влиятельным человеком, у вас должна быть квалификация. Разве возможно, если вы захотите поговорить с известным человеком здесь, разве вы сможете? Нет. Сразу же не сможете. Вы должны быть достойными разговора с ним. Точно так же Кришна готов с вами говорить. Он пришел. Он не зашел в Арча-Мурти, чтобы говорить с вами, чтобы вы увидели его. Вы должны подготовить себя, удостоиться разговора с ним. тогда произойдет беседа. Это возможно. Это квалификация. Диббхи Диббхи значит божественное. Кришна говорит в Бхагаваддите Джанма Кармача ме Диббхи Это не материальное. Нужно увидеть. если вы говорите как сказано сприханиям говорите позитивно. Допустим, если я говорю у вас нет глаз, вы слепы. Это непозитивный разговор. И непреданные Майвади они говорят, что у Бога нет глаз. косвенно они говорят Бог слеп. Если я говорю ты слепой, ты никудышный, ты слепой. Разве это позитивный разговор? Очень негативный. Это просто прямое оскорбление. Это те, кто говорят о Боге, говорят, что он не ракар, у него нет глаз, нет ног, нет головы, нет хвоста, ничего нет. Не ракар. Они просто оскорбляют его. Бог не хочет слушать такую чепуху. Поэтому здесь говорится, вы не можете сказать, что Кришна слеп, Кришна хром, у Кришны нет рук, у Кришны ничего, ничего нет. Косвенно говоря, Кришна не существует. Такого рода обращение к Кришне не ракара, не является приятным разговором с Кришной. Приятный разговор. Если вы хотите говорить с Кришной, вы должны обратиться к лидическим текстам, где говорится о том, как Кришне нужно поклоняться. Мой Господь Кришна Говинда играет на плете. его глаза подобны лепесткам лотоса. У него красивое павление перо. Это ведическое описание Кришны. Не нужно думать, что преданные что-то воображают, как Майаваде говорят. Просто представьте себе какую-то форму Бога. Форму Бога нельзя представить себе. Это невозможно выдумать что-то. Любое воображение это не факт. Оно должно быть фактическим, реальным. И эту реальную информацию вы можете получить из вет. Не только из вет. Когда Кришна присутствовал на земле, Он явил Свою рупу, Свою форму, Свои деяния, Свою лилу, все Он явил по своей доброте. Вы должны думать о этой Кришна лиле, о форме Кришна, деяниях Кришны, как о божественных. Они нематериальны, поскольку Кришна божественное тело, сочет Ананда Виграха, но чтобы явить нам милость, поскольку преданные всегда хотят увидеть его. Поэтому он приходит. Когда Кришна говорит «паритраная садунам», он приходит ради двух целей. Первая его цель «паритраная садунам». Саду, санты или преданные им. Атеисты постоянно докучают им, и поэтому у них нет иного прибежища, они лишь думают о Кришне, как Прохлад Махарадж. Даже его отец мучил его настолько сильно. Он хотел убить его, так или иначе. Итак, здесь санты им приходится терпеть столько неприятностей от демонов. Поэтому мы уже говорили об этом стихе. Титикшава каруника санта значит он вынужден страдать. Например, в западных странах Господь Иисус Христос проповедовал о Боге. Он нес сознание Бога и в этом была его единственная вина. За это его распяли. Его распяли. Государство приказало его распять, потому что он так говорил. Говорил об этом. Точно так же Христос был пятилетний сын и он говорил только о Кришне о Нарайне. Поэтому его отец стал его врагом. Он пытался всевозможными способами убить ребенка. Это очень древняя история. Если вы станете преданным, вы должны быть готовы к всевозможным трудностям со стороны демонов. Это их миссия. Миссия Асура. Даже Кришну пытался убить Камса. Мало того, он нанял стольких демонов. Путану Агасуру Бакасуру. Столько разных Асуров. Но Кришна всегда Кришна. Он смог расправиться с этими Душкриптами, с этими Асурами при помощи своих могущественных энергий. Но единственная миссия Асуров это доставлять беды преданным и Богу. Поэтому говорится, есть такой совет, преданный должен быть настолько продвинут, что несмотря на трудности, чинимые Асурами, он должен терпеть Титикша. И он по-прежнему должен быть добр к ним. О, этот человек говорит против меня или против Бога, я должен в гневе прогнать его. Нет. Все в этом мире, большей или меньшей степени Асуры, атеисты, если вы хотите проповедовать, вы должны учиться терпению и говорить так, то, чтобы этот Асура тоже стал преданным. бизнес. И как здесь говорится, мы должны молиться так, Кришне, верховной личности Бога, не нужно считать его мертвым камнем, к такому заключению приходят атеисты. говорите так, чтобы он был доволен вами. И он доволен. Он доволен уже сам по себе, но он хочет увидеть, что вы тоже говорите о нем так, чтобы ему было приятно. Поэтому он приходит. Как бы вы ни говорили, приятно о Кришне или неприятно, Кришне без разницы, но если вы говорите о нем позитивно, то вы обретаете благо. Вы. Поэтому есть стотра. Кришну также зовут Уттамашлока. Уттамашлока означает, что Богу поклоняются лучшими, изысканными словами. Изысканными словами, а не какими-то однородными. И вы увидите множество молитв, не только в наших ведических текстах, но также в других писаниях, Библии, Коране, есть молитвы. Молитва это также преданность. Ванданам христиане и мусульмане они возносят в Ванданам. Хотя они не поклоняются Божеству, но они молятся Господу. Это тоже хорошо. Это тоже бхакти. Есть девять разных методов. Либо вы следуете всем им, либо некоторым из них, по крайней мере одному, и тогда ваша жизнь будет успешна. С прихаянти избранными изысканными словами предайтесь ему, но не нужно говорить каких вещей, которые неприятны ему. Не нужно говорить, что Бог бесформенен, у него нет глаз, нет ног, нет головы. В ведах сказано о Пани Падад Джавана Грахита. У него нет рук, но он может принимать ваши подношения. Если у него нет рук, то как он может принять ваши подношения? Как он может это сделать? У него есть руки, но не как наши. Он может простереть свои руки на миллионы миль. Например, Кришна живет на своей Галоке, на Галоке Вриндавана. Эта планета находится во многих миллионах миль отсюда, но он может принимать ваши подношения. Таковы руки Кришны не как у вас, однометровые. Нет, поэтому иногда в ведах говорится, что у Бога нет рук. Это означает, что у него нет материальных рук, но он может принимать ваши подношения. Это означает, что у него есть руки, но другого рода. И об этом сказано Сачитананда Виграха. Таким образом мы должны изучать науку Бога, науку Кришны, тогда наша жизнь будет успешной. Если можем понять деяния Кришны, форму Кришны, качество Кришны, то мы становимся достойными возвращения домой, к Богу. Thank you very much.